Проигнорировать свою обязанность, проверять работоспособность счетчиков теперь не смогут собственники жилья. В январе закончился мораторий на поверку учета приборов. Зачем он был введен, что нужно сделать хозяевам квартир и домов, чтобы не платить за коммунальные услуги, больше расскажем далее. Мораторий больше не действует. В России закончилось временное разрешение не проводить поверку счетчиков. Напомним, его ввели в апреле 2020 года, чтобы сократить риски распространения COVID-19. Поэтому коммунальщики принимали показания приборов учета, даже если у устройств истек срок поверки. Теперь же мораторий закончился. Значит, если счетчик давно не проходил диагностику, пора это сделать. В противном случае ресурсоснабжающие и управляющие компании не примут данные приборов. А выставлять счета за воду, отопление и свет будут по средним показаниям за последние полгода. Все бы ничего, но эта мера не последняя. Если счетчик спустя три месяца так и не пройдет поверку, то тогда потребителю придется платить за услуги по полуторному коэффициенту. То есть в полтора раза больше, чем в среднем за месяц. Поэтому выгоднее все же приборы учета проверить на точность. Это помогут сделать специалисты, занимающиеся диагностикой счетчиков. А чтобы не попасться на удочку мошенников, мастера тоже нужно проверить. Росаккредитация создала сервис, где россияне могут найти компании, у которых есть аккредитация на данную деятельность. Юлия Шинкарюк, Новости по будням.